Снова добрый вечер. Наша недельная глава в АЕЦ. И я сегодня хочу заострить внимание в нашей голове на очень интересную вещь. На месте, на котором ночевал Яков, Бейт-Эль. Мы сегодня видим некоторые интересные вещи, разница в Бейт-Эле, в книге Бариши, между Бейт-Элем, в книгах других Танаха. И вообще очень интересная вещь, что такое за Бейт-Эля, в чем это важность того места. Короче, разберемся, что будет с этим Бейт-Элем и так далее. Мы начнем с того, что наша недельная главная часть того, что Яков убегает из Баришевы в Харан из Айсава, его брата, который принц собирается убить. И по дороге он попадает в место. Потом в этом месте он видит сон с лестницей. И там, то есть, скажем, удостаивается раскрытие Всевышнего. Потом, естественно, обещание Всевышнего, которое обещает ему землю, ему, его потомкам и так далее, и так далее. И обещает ему, что он вернется в землю Израиля. Короче, обещание. Давайте немножко прочитаем. И тут Яков просыпается, и происходят очень интересные вещи. То есть, да, Яков просыпается, точнее, я если открою. И пробудился Яков от сна своего, сказал, истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал. И встал Яков рано утром, взял камень, который он положил, стоп, и боялся, и сказал, как страшно место это. Это не что иное, как дом Божий, а это врата небесные. И встал Яков рано утром, взял камень, который он положил себе под газголовье, и поставил упадником, возлил гели на него, и нарек место этому Бей-Эль, а первоначальное имя того города Лузз. То есть, что-то происходит. То есть, да, Яков просыпается, говорит, есть Бог в этом месте. То есть, да, удивленно. И дальше продолжает, как страшно это место. И приводит к выводу, что это, видно, дом Бога и врата небес. То есть, по-настоящему, реакция Якова несколько непонятна. Почему она непонятна? Он не удивляет, его не интересует, он не акцентируется ни на сне, ни на то, что он видел, ни на видение Всевышнего и так далее. Он акцентируется на место. То есть, да, вот это место, а это дом, а это здесь, а это то. Место, 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 постоянно повторяется место. То есть, да, и потом, в конце концов, он называет это место, то есть, ну, гамаком это место называют ему Бей-Эль. Более того, Яков здесь не прекращает. Яков продолжает и хочет дать еще одно значение этому же месту. И дал обед Яков, сказав, если Бог будет со мной, сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы одеться. И одежду, чтобы одеться. И возвращусь в мире, в дом отца моего, и будет Господь мне Богом. А камень этот, который я поставил памятник, будет домом Божьим. Из всего, что дашь мне, я дам тебе десятую часть. То есть, что мы видим? То есть, да, говорит Яков, что если я удостоюсь и то, что обещал Всевышний, произойдет, то я обещаю, что вот этот вот камень, то есть, да, я его сделаю мацеватой. Да, как они переводят нас мацеватой? Памятником. Ну, мацеват не совсем памятник, но беседор. Это сегодня мацеват, то есть, когда нам кладбище памятника, мацева, мы сейчас разберем, что это такое. То есть, я ее поставлю, она будет домом Бога. То есть, да, это мацеват. И теперь нам нужно забраться. То есть, да, скажем так, не первый раз в Танахе мы встречаемся с тем, что человек удостаивается раскрытие Всевышня. Правильно? И, ну, обычно, то есть, там, как бы, человек общается с Богом и так далее, его интересуются содержания и так далее. Яков акцентируется на месте. Вот это место, 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 он на этом акцентируется. И поэтому мы должны выяснить простую вещь. В чем такая важность этого места? Это раз. Что такое Бейтель? Мы разберемся, что это за место. Мы увидим, что некоторые вещи, то есть, это, почему-то некоторые считают, что это Русалим, но это не так. И Рамбан не описывает Русалим и так далее, потому что Луза-то никак не Русалим. Мы сейчас, то есть, разберемся с этим. И мы увидим, какое место занимает Бейтель, как я сказал вначале, у пророков. То есть, да, и что с инициативой. Итак, начнем разбираться. Вначале мы начнем с, вернемся к началу главы и прочитаем то, что произошло. То есть, да, и увидим немножко важность места. Итак, и пришел Якова с Бер-Шевы, пошел в Харан и пришел на одно место, пока оно неизвестное место. И приночевал там, потому что солнце взялось ко мне и того места, и положил себе с головой и лег на том месте. Смотрите, сколько я повторяю слово «место». И снилось ему «вот, лестница поставлена на земле, а вверх его касается небо, вот ангелы Божьи сходят и сходят по ней, и вот Господь стоит на нем и говорит «я Господь Бог Авраама, отца твоего Бога Ицхака, землю, на которой ты лежишь, тебе отдам, и потомство твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространись на запад, на восток, и на север, и на юг, и благословляться в тебе и в потомстве твоем, все племена земные. И вот я с тобою сохраню тебя везде, куда ты пойдешь, и возвращу тебя в землю эту, ибо я не оставлю тебя, доколе не сделал того, что я сказал тебе». Итак, в принципе, Яков уходит с Бер-Шев. В принципе, почему Яков, его Исаф хочет убить? Там уже забрались. Он бросает Бер-Шеву, он оставляет отчий дом, он бросает место, где он жил, привычное. Он идет в Харам, в принципе, и там он встречает место. Причем, как я сказал, анонимное пока у меня место. Вместе с этим, это место, кстати, как мы сказали, оно, если наиболее прочитать, оно Бэ-Гэй-Айтия. То есть, это не просто место, это Га-Маком. Потом сказано в Ивгаш-Лоу Бэ-Маком или Ба-Маком. Ба-Маком – это значит, есть артикель Гэй, то есть, что это определенное место. И это повторяется несколько раз и так далее. И он там спит, но он не спит просто там, он спит шам. Ну, короче, я голосом выражал, подчеркивал постоянно эту идею. Теперь, там стоит лестница. Где-то лестница стоит, скорее всего, возле Якова. Есть, правда, разные комментаторы, кто объясняет, где она стоит. Но это не самое главное. И он не цав-аллах, то есть он находится наверху, то есть Всевышний. То есть, в принципе, кстати, это раскрытие Всевышнего не само собой разумеется. Почему? Потому что слово «выгинэ», то есть, да, и «вот». И «вот» – это как бы что-то неожиданное. То есть, да, что-то неожиданное происходит. И он раскрывается и все обещает и так далее, и так далее. В принципе, обещает, что в конце концов он вернется в эту землю, как мы сказали. И Яков, как мы, то есть, дает еще, добавляет себя и дает им. Теперь, давайте немножко подведем то, что мы увидели, всего. И начало, и конец, и так далее. Его реакции Якова, и само сон, и что мы видим. Начало, то есть, скажем так, начальное старт, откуда начинается Яков, то есть движение – это слабая точка Якова. Он находится на самом слабом состоянии. Брошенный, то есть как брошенный. То есть, он сбегающий, без семьи, без родителей и так далее. Идет куда-то в другую землю, ничего не имея. И так далее. И, в принципе, он почти оторвался. На самом последнем моменте, перед тем, как он уже отрывается полностью от своего дома, от своей земли, он встречается с Богом. Он встречается с Богом. И, в принципе, эта встреча очень сильно завязана, то, что мы видим, на определенном месте. Тебе вместо той слабости, то есть, скажем так, потери всего, он получает, наоборот, скажем так, заряд силы и, как говорят на иврите, ацаматус, усиление, укрепление духа и так далее. То есть, Иоанн говорит, во-первых, он его оставляет на путь, чтобы он шел туда, все будет нормально. И он обещает, что он его вернет. Более того, не то, что он его вернет, это земля, в конце концов, не только он от нее не оторвется, она будет его, его потомство. То есть, все у него будет хорошо. Окей? И о ком на этом месте строит мацава? Память. То есть, да? Что такое мацава? Мы сказали. То есть, они переводят это память. По-настоящему мацава от слова муцевет. Муцевет стоящее на месте. Что-то, что ставят на месте, что-то, что закрепляется, что-то, вокруг чего собираются люди, и она им раскрывает что-то важное для них. Это слово мацава, ляциф, мецав, стоящее. В отличие, кстати, от жертвенников. Жертвенник, он мизбех. В чем смысл мизбеха? Мизбех, он, наоборот, требует жертвы. Требует аннулирования. Требует, называется, скажем так, не встать. То есть, не цава, это встать. То есть, да, встать, стоять, что-то подниматься. А жертвенник, он, наоборот, опускает. То есть, он приводит к полностью аннулированию, к всевышнему и так далее. Это мизбех. И это разница между мацава и мизбех. Нужно, кстати, запомнить, нам будет очень интересно дальше. То есть, мацава и мизбех. Мацава – это не просто память, это что-то стоящее, вокруг которого выражается сила, мощь и что-то важное для людей. Окей. Яков ушел в Харан. Он находится много лет в Харане. И через более чем через 20 лет он возвращается обратно. И когда ему говорит, Бог вернулся назад. Сейчас вам прочитаю. Что он ему говорит? Ну, это такая фраза интересная. Все наше главное. Я Бог, которому в Бейт-Эле помазал ты памятник. То есть, да. Анухига эль Бейт-Эль. Ашерма шахта шаммацева. То есть, да, он открывается. И дал мне там обед. Теперь встань, выйди из этой земли, возвратись родную землю твою. То есть, да. Кто начинает? То есть, в принципе, как представляется Всевышний. Якову. Сорит. Анухига эль Бейт-Эль. То есть, я Бог Бейт-Эль. То есть, это очень интересное имя такое. Да. В принципе, получается, он завязывает раскрытие сейчас, когда он уже там в Харане раскрывается у Лавана Якову через 20 с лишним лет. Он его завязывает на том раскрытии, которое было тогда, когда Яков уходил в Харан. И, в принципе, как будто они продолжают беседу. То есть, да. Э, помнишь, я этот, твой знакомый, Бог, то есть, да, из Бейт-Эля. То есть, да, ты мне там, помнишь, поставил памятник, да, Моцелу, то есть, да, и обед не дал. Короче, собирай вещи и пошли. То есть, да, пришло время. И Яков возвращается в землю Израиля. И снова Всевышний требует от него вернуться в Бейт-Эль. Смотрите, это уже, правда, не в нашей главе. Это уже в главе Вайшлах. Ему, говорит, Всевышний вернутся. И сказал Бог Яков, встань, зайди в Бейт-Эль. И живи там, и устрои там жертвенник Бога. Кем ты будешь там делать в Бейт-Элях? Я вижу тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. То есть, возвращаемся на пути свои. То есть, в принципе, Бог, то есть, Всевышний, заповедует Якову вернуться в Бейт-Эль. И поставить уже жертвенник как знак того, что Всевышний сопровождал его, когда он убегал от брата, от смерти. И который сопровождал, в принципе, от смерти и по сей день. То есть, мы уже знаем, что уже после того, как он побывал там, пока он побывал в Штеме уже, то есть, так далее. Двинулся еще, и ему Всевышний, говорит, двигается дальше. И тут, если честно, вещь. Мы тут сразу видим, что Яков видит вот в этом вот движении в сторону Бейт-Эль очень важную вещь. Более того, которая требует особое приготовление всей семьи и освящения. Смотрите, мы это читаем дальше. Это снова уже следующая глава. «И сказал Яков дому своему всем, которые с ним, устраните богов чужих, которые среди вашей, очистите, пересмените одежды ваши, и встанем, зайдем в Бейт-Эль, и я устрою жертвенник Богу, который отмылся мне в день бедствия моего, и был со мной в пути, которым я уходил». То есть, в принципе, снова Бейт-Эль – это место раскрытия Всевышнего. Место, в котором возвращаются к нему, то есть, да, скажем, к нему, который поднимается. Теперь очень интересная вещь. И снова он строит жертвенник и дает ему имя. Смотрите, какое имя он ему дает. И построил там жертвенник и назвал это место Эль-Бейт-Эль. Помните, когда Всевышний ему сказал, то есть, в нашей главе в яйце, то есть, раскрылся, я Эль-Бейт-Эль. Он его называет Эль-Бейт-Эль. «Ибо там явился ему, когда он бежал от лица брата своего». То бишь, снова мы возвращаемся туда. И тут, то есть, снова завязка, даже жертвенник, далее к этому месту. И что там происходит сразу? Сразу там происходит, Всевышний, во-первых, и меняет ему имя там, на Исраэль. И сказал ему, Бог, имя твое Яков, отныне ты не будешь называться Яков, но Исраэль будет имя твое, и нарок имя имя Исраэль. Там же он обещает ему землю Израиля. И землю, которую дал Абраму Цапию, дал тебе, и потом твоему после тебя дам землю эту. Там же в Бейт-Эле, то есть, там же на этом жертвеннике. И там, в конце концов, как скажем так, подытожено. То есть, все вот это вот раскрытие, вот это вот все, что произошло и так далее, встретился со Всевышним, смотри, что делает Яков. И поставил Яков памятник на месте, на котором, говорил он, памятник каменный, возлил на него возлияние, возлил на него еле. То есть, он там снова поставил мацева. Бьяцев Яков мацева бомаком ашер де берыто. То есть, снова получается завязка между местом. И снова это место он называет Бейт-Эль. Смотрите, Инарек, Яков, имя, место, на котором говорил с ним Бог, Бейт-Эль. То есть, в принципе, может так мы закрыли круг. Теперь из этого выходит, что такое Бейт-Эль. Это самое то место, если там остался Всевышний, он там наректал, то есть, там произошла союз между ними, там он благословил, там он поменял имя и так далее. Да это же самое шикарное место, в котором поставить что? Дом Богу, который сказал, и это будет место, которое изберет Всевышний. Правильно? Обитать там. Это же оно самое то место. То есть, как бы, сто процентов. Ну, и тут у нас ждет сюрприз. Если мы перескочим резко книгу, допустим, царей, то мы видим, что Бейт-Эль вообще не самый хороший город для установления. Более, храм в нем не стоял. Храм стоял в Иерусалиме. А Бейт-Эль это Бейт-Эль. У нас по Бейт-Эль, мы увидим, описывается, допустим, в эпоху Яравама. Бен-Навата, когда разделилось царство, раскололось уже после Швомо. Нам рассказывают, там сказано, и сказал Яравам сердце своем. Сейчас, то есть, это вернется царство в дом Давида. То есть, да, почему? Если поднимется этот народ, приносить жертвоприножение в Богу, дом и Бога в Иерусалиме, и вернется сердце народа твоим господам к Рахаваму, царю иудейскому, Рахаваму-то сын Швомо, и убьют меня, то есть, убьют меня и вернутся к Рахаваму, сыну, к Рахаваму, царю иудейскому. И посоветовался царь, и сделают два золотых тельца, и сказал им, то есть, да, нечего вам делать подниматься в Иерусалим, вот твой Бог Израиль, который поднял тебя из земли Египетской, ничего не напоминает, да, и поставил одного в Бейт-Эле, а второго в Даню. То есть, в принципе, он поставил, взял, я прошу прощения, Иеравам бен-Навад, взял, заменил то, что называется, служение Богу, потому что что он испугался? Он разделил от царства. У него 10 колен, с Рахавамом осталось 2 колена, иудай-бениамин. Ну, не считая левит, а покойно, то есть, наделал. Он переживает, что сейчас будет праздник, народ пойдет в Иерусалим и передумает на вот это вот разделение, захочет вернуться назад. Почему? Потому что духовный дом народа находится в сердце иудейского царства, а не израильского. Таким образом, что он делает? Он решает поставить на своих границах как бы два места служения. Они будут, скажем так, пограничные храмы. Один в Бейт-Эле, это район, то есть, называется, на границе, южная граница его, то есть, с бениамином почти, там переход уже. И да, это на севере, то есть, да, там, где Киряк Шмуна и так далее, и там поставил второго золотого телеца. То есть, такие прибрежные границы. Это в Бейт-Эле происходит, ставится золотой телец. Но это не заканчивается. Кстати, потом Хатей-Ярован, то есть, да, Хатей-Ярован, то есть, имеется в виду, вот эти золотые тельцы будут упоминаться от царя к царю, что они это не исправили, это будет показателем того, что царь не шел путями Всевышнего. То есть, да, вот эти вот золотые тельцы. Более того, что еще у нас происходит в Бейт-Эле? В Бейт-Эле происходит Жилже Пророк. Это книга, первая книга царей, 13 глава, которая обманывает и подставляет человека Бога, который пришел к Музею в деревья. Там же происходит Хиэль, Бейт-Хаили. Хиэль, Бейт-Хаили, это Хиэль из Бейт-Эля. Он нарушает клятву, данную Йошуа и отстраивает, несмотря на проклятие клятвы, отстраивает Ерефо, за что платится, кстати, вся его семья, его погибают все дети, как было в проклятии. Дальше Илиша, Пророк, поднимается в Бейт-Эль и натыкается там на подростков, которые над ним издеваются, унижают и делают, скажем так, очень плохие вещи. Там где-то медведи потом вышли и съели, и съели вот этих детей и так далее. И есть очень-очень-очень много описаний того, что с Бейт-Эля все было плохо. Мы должны, вопрос сам орет вверх. То есть, как можно понять между это дом Бога, называется врата небес, то есть, да, который в книге Берешит, Бейт-Эль, и между дом для золотого тельца и всякой гадости, которая в том же Бейт-Эле, причем очень длительный период. То есть, да, что привело, что город, который изначально, то есть, был в месте, вроде, которым выбрал Всевышний, которым он раскрывался отцу народа, Якову, стал самым, скажем так, пиковым символом грехов. Вы понимаете, что Бейт-Эль это не Иерусалим. То есть, там, где спал Яков, это не Иерусалим. Как многие, то есть, не, но есть, которые комитетами объясняют так, но в принципе, это явно Бейт-Эль, лун, это не Иерусалим. Причем, по всему Танасскому проследствию, что Бейт-Эль это вообще другое место. Теперь, теперь интересная вещь. Если мы немножко посмотрим на понятие Мацыва, я сказал, то есть, обратите внимание на Мацыва, и служба Мацыва, то есть, что она с себя представляет, то это немножко может нам раскрыть секрет. Яков строит два раза Мацыву в Бейт-Эль. Два раза. И она там служит чему? Служению Всевышнего. С другой стороны, что говорит нам стих в книге Дворим? Не делай Мацыву, которая ненавидит Господь Бог твой. То есть, проблема налицо. Всевышний, говорю, простите, Яков ставит Мацыву в Бейт-Эль два раза. С другой стороны, Всевышний ненавидит Мацыву. Как так? И действительно, наши мудрецы в Медраше это им мешало. Они пытались решить то есть, этому решение. Есть Медраше в цифре в Бейт-Эль. То есть, сказано, что нельзя ставить Мацыву, памятник. Это по поводу Мацывы, то есть, памятник, обелиск такой, скажем это более правильно. Откуда запретовало поклонство? В Едингу? Разве не по закону это? Разве это не так? Что Мацыва, это обелиск, которая любима у отцов, ненавидима у сыновей? Не так ли, что Эдолопоконтус это Аудазара, которая была ненавидима у отцов, она будет ненавидима у сыновей? Окей, что говорится очень, то есть, получается, мудрец отвечает, есть разница между эпохами. Во времена отцов Береши Всевышнему это нравилось, у него про отцов, у сыновей потом уже нет. То есть, да? Почему? Что случилось? Скорее всего, это завязано именно на особом характеристике служения у Мацывы. Она отличается от служения другого. Дело в том, что мы сказали, Мацыва, обелиск, она стоит на месте, правильно? и она что с собой представляет? Мощь. Важность. Стояние на месте. Укрепление. Литья цепь, то есть, да, на иврите. И, в принципе, дает важность именно стоять на месте, то есть, да, и стоять вокруг нее. Но есть другая работа, мы сказали. Работа чего? Аннулирование себя. Это Мизбех. Это жертвенник. Таким образом, то есть, что это делает? Мизбех также оно аннулирует. Она делает, то есть, Мизбех делает, то есть, более связывает и так далее. В отличие от Моцева, которого выпячивается. Таким образом, что получается, что есть завязка от строительства и упоминания. Сейчас я объясню, о чем я говорю. Яков впервые приходит куда, то есть, когда происходит Моцева и когда, то есть, упоминает. Яков впервые приходит куда, мы сказали, когда ему было тяжело, когда он был слабым, когда он был в очень-очень проблематичной ситуации, когда он убегает от Исава, когда ничего нету, он уходит из земли и так далее. И это то место, в котором он получает поддержку, укрепление, добавку мощи и так далее. Поэтому делает Моцеву. Потому что она это реализирует, и так он получает из своего сна. Всевышний обещает и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, мы сказали. И, в принципе, пока он не вернет его назад, в землю, и потом всегда. Все это приводит к тому, что отношение к Бейтелю как к месту в мире, где встречается человек с Богом, с небесами, и это его подымает, укрепляет, усиливает. Это Бейтель. Поэтому как реакция на это Яков ставит Моцеву и делает и так далее. В конце он также дает Неддер и так далее, и так далее, и так далее. Снова Моцева упоминается, когда он возвращается, мы читали, и снова там, то есть когда он возвращается, то есть нужны поднятия и так далее, снова укрепления, закрепления, ну и так далее. Мы читали. Снова там укрепляется Яков, снова он получает мощную силу, меняет его именно Израиль и так далее, потому что и вот народ будет большой, и все хорошо. Все это хорошо и правильно в эпоху отцов, когда нужно усиливать, закреплять за землей и так далее. Но это плохо во времена детей. Почему? В книге Дворим снова появляется вопрос про Мацеву, и там уже она отвергается. Почему? Потому что мы видим завязку уже Мацевы к чему? Там завязка Мацева приходит к Шуфтим, глава Шуфтим. Здесь у нас завязка Мацевы к чему? К тому, что строение, то есть слабый окоп, которому нужно было дать ему силу, поднять, может потом закрыть круг, дать ему то, что он укоренится в земле и так далее, это Мацева. В книге Дворим приходит Шуфтим. Что такое Шуфтим? Шуфтим вы Шуфтим кететбе хореша ореха. То есть эта завязка там Мацевой, имеется в виду, мы не говорим об одном человеке или какой-то сборище индивидуума и так далее, мы говорим уже о Хлаль Ам-Исраэль, об общем понятии общества народа Израиля. И таким образом идет завязка между Мацевой, то есть обелиском, и описание четырех, скажем так, структур власти, которые строят то, что называется общественную систему народа Израиля. Шуфет – судья, мэлех – царь, куген – священник, и нави – пророк. И таким образом, и здесь повторяется постоянно фраза какая? «Памаком ашер и в хар-хаше» – «в месте, которое изберет Господь». Который, в принципе, это место должно быть что? Оно должно реализовать процесс, который проходит народ. И на базе этого процесса Всевышний выбирает место из всех остальных мест других колен. Это место должно быть аннулировано по отношению к другим. Оно должно быть не поднимать никого особо, не выделять кого-то особо. Оно должно делать систему объединяющую. То есть это не место, где будет место поднятие, где будет «нухуху», то есть «яцвуд», где будет стоять, крепиться, показывать, называется. Нет. Это должно быть место, которое показывает обратное духовное движение, где есть собрание, включение индивидуум в одно целое, скромности, как сказать, охрана трошки, склонение головы, соединение, которое, в принципе, соединяет все-все-все места в земле Израиля и привязывает к нему, собирает все-все-все-все-все места, где находится народ, и связывает народ весь в одной точке. Это не Баэтэк. Это не Мацева. Это именно другое место. Это место Мизбех. А Мизбех у нас где был строен? Мизбех строил Сабрам. Там, где он строил Мизбех, на горе Мурья. Там, где он слонил Богу перед Богом и возложил своего сына на жертву. Это другое место. Есть два места, получается. Теперь, обратите внимание, очень интересная вещь. Есть один Медраж, который описывает, Медраж, то есть еще не Медраж, Медраж Рабершит Раба, который описывает особенность, очень интересную особенность, Баэтэля. И сейчас мы придем к очень интересным выводам. Медраж говорит так, «И встал Яков утром и взял камень». То есть, да, вот этот вот камень. То есть, да, встал утром, взял камень и налил масло на этот камень и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, это место Луз. И Луз – это что? Луз начинает обсуждение от того, что такое Луз. Мы сказали, что место, которое называлось раньше Луз. Луз – это место, где красят Тхэля, то есть, голубую нить. Это Луз, который поднялся с Анхири и не смог ее спутать. То есть, с Анхири, когда пришел сирийский царь, спутал все народы и так далее, там он не смог. Навуходоносор и не смог разрушить. То есть, туда пришел Навуходоносор, он не смог ничего с ним сделать, не смог разрушить Луз. Это Луз, в котором не было правления Ангела Смерти. Старики там, что делали, когда они становились очень старыми, то есть, да, они не умирали. Там не было Ангела Смерти. Их выставляли за ворота. То есть, когда они выходили за ворота Луза, там они умирали, потому что там был Ангел Смерти. сказал Раби Абба Баркагана, почему называется Таууз. Каждый, кто туда заходит, Таууз. То есть, забрал заповеди как Луз. Мудрецы сказали, как у Луза нет рта, открытия, то есть, нету, куда войти. Луза, это орех такой. Как же человек может стоять и не может войти в город? Не может найти вход в город. Окей, давайте немножко разберемся, что Медраж написал. Медраж описывает, что Бейт-Эль это какое-то интересное место, в котором есть много духовного и вечного. То есть, да, почему много духовного? Хелик, то есть, голубая нить, похожа на на как сказано, на море, а море похоже на небосвод, а небосвод похоже на престол Всевышний. Правильно? Санхерим не смог ничего там сделать. На выход Носром ничего не мог сделать. Более того, там вечная жизнь. Там люди не умирают. Там люди не умирают и все шикарно и все замечательно. То есть, да, но вместе с этим есть минус. То есть, столько плюсов есть минус. Какой минус? Эл-лапе. У него не рта. Что имеется в виду? То есть, речь идет о том, кто не может войти, войти, найти дорогу так. Что имеется в виду? Имеется в виду именно из-за своих таких великих, скажем так, хороших вещей, полность, бессмертие и так далее, она оторвана от человечества. Она оторвана, то есть, войти невозможно. Почему? Потому что она оторвана от мира. Этот город. чем выше чудо, которое в нем происходит, тем больше она принадлежит то, что называется мире вечности, тем больше она оторвана от мира. Вот и все. Из-за реальности мира, из жизни в мире и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, это то, что описывают наши мудрецы. То, что не может найти вход, имеется в виду настолько оторвано, то есть, как бы описание такое поэтичное, то есть, человек не может вход вообще найти, то есть, настолько это оторвано от мира. Таким образом, вот это вот особые качества, то есть, положительные качества этого места, Байт-Эль, Луза, который описывает Медраж, они добавляют еще, большего понимания в раскрытии, которое удостоился Яков на этом месте. И почему он там послал Мацеву? Яков показывает, что это, то есть, служение с Мацевой, оно показывает, скажем, важность. Итиотсву и так далее, то есть, под которой ты хочешь находиться. Дело в том, что это служение, в котором есть какая-то часть отделения от всего. То есть, ты поднимаешься и отделяешься. Иерусалим отличается этим очень сильно МСБ. у него другой вид службы. А именно это Ирши Хубра на Яхтав. Это город, который соединяет. Не отрывает от мира, а соединяет. Таким образом, у Байт-Эля всегда есть испытание. То выезжает его... Насколько человек... Какое испытание? Испытание в том, что чем больше человек будет, скажем так, акцентироваться на ее преимуществах, тем больше он будет отрываться от мира. Тем больше он будет отрываться от того, кто его посещает и так далее. И это тот экзамен, в котором попал в процесс и не сдал, то есть, у него не получилось и Раван Бен-Навад. Он поставил... Что сделал? Он оторвал Луз от Иерусалима. Он оторвал Байт-Эля от Иерусалима. Поставил с обывником. Что из этого произошло? Отрыв от народа. Отрыв от народа и, естественно, привел к чему? К отрыву от святости. Остался только отрыв. Но Байт-Эль может существовать вместе с Иерусалимом. соединенным. То есть, и признавая святость, которая находится в Иерусалиме, и царство, которое находится на Иерусалиме, и место Иерусалима и Мизбеха, то есть, жертвенника, которое притягивает и строит, только тогда Байт-Эль раскрывается и может дать свое духовное место в этой жизни. Получается, что Байт-Эль Яхова – это вот это духовное высшее какое-то место. Почему страшно это место? Оно вырывает из этого мира. И только поэтому там он ставит Мацаву. Но что попросил Всевышний у Яхова? Прийти в Байт-Эль и поставить что? Жертвы. Почему? Соединить. Поэтому он сказал иди. То есть, он его отправил в путь из Байт-Эля и он ему сказал закрыть. То, что называется зацепить круг, то есть, гормагаль смог же Байт-Эль поменять все и так далее, соединить вещи. Поэтому я повзнул. Это он сделал Мацава и так далее. Эти ошиблись с Байт-Элем. Байт-Эль может служить, то есть, дает службу и развивается только, когда он присоединен к Иерусалиму, присоединен к Мизбеху, присоединен к аннулированию, к соединению, присоединению. Иначе он просто отрывается и тогда все его положительные качества становятся, скажем так, губительными. То, что погубило на кровь. Вот, как-то так. То есть, это то, что я хотел разобрать, показать это место Байт-Эль и в чем в особенности почему-то акцентируется на нем. И надеюсь, что это было интересно. Вот такую вот жемчужину тоже можно достать из нашей недельной головы. То, на этом я заканчиваю урок. Надеюсь, что вас не сильно запутал и что вам было интересно, что какие-то вещи вы из этого вывели. Я выключаю запись на этом месте. Всего хорошего. Тем, кто слушает на записи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok